Вы даже после этого участия, потом через несколько лет скажете, ну зачем я там ходила и так далее, зря время тратила. Вы хотя бы будете знать, что есть именно залог в исламских финансах и к нему есть определенные требования. Вы спросите меня, а в чем здесь может быть подвох в залоге? Там вроде бы все понятное, ничего такого заурядного нету, но не так это было, как говорится. Залог, значит, с арабского языка сегодня меня целый день троллят, уважаемые переводчики, говорят, не уходите в технологию и так далее. Почему? Потому что для того, чтобы исламские финансы хорошо знать, быть экспертом недостаточно всего лишь шариатских знаний, бухгалтерских знаний, юридических и так далее. Вот каждый специалист, себя уважающий, у него должно быть несколько образований, и не только образований, но также навыков. Например, в нормотворчестве. Он может какой-то разработать продукт, но если у него нет понятия, часть именно юридических моментов, коллизий и так далее, то его, вот этот проект будет провален. Поэтому юридические моменты здесь. Вопросы учета, вопросы, значит, продукционного надзора. Здесь центральный банк представителей имеется, да? Или уже они ушли, да? Окей. Значит, продукционного надзора. То есть здесь целый ряд вопросов возникает, поэтому необходимо всесторонне к этому подходить. Итак, залог. Рахан. А, к переводчику обратно. Я буду вот так, у меня иногда бывает, когда волнуюсь, мысли то туда, то сюда, поэтому привыкайте. Здесь получается, что мы однажды проводили тоже тренинг, и тренер, он практически целый час провел свою сессию. И в конце, получается, многие как бы в недоумении остались, потому что, ну, очень многие вот вещи, логики, как говорится, не совпадало. Ну, как говорится, очень много вопросов. Почему? Потому что переводчик, вот, некоторые вещи, он просто не зная культуру, не зная, значит, вообще специфику шариата, он переводил, да? Например, просто такой пример. Риск мин Аллах, то есть риск именно довольствие или удел от Аллаха в саравском языке. И он говорит, переводчик переводит, да? Риск, риск from Аллах. И переводчик переводит, риск от Аллаха. Риск от Аллаха, риск от Аллаха. И вот мне потом пришли ребята, они говорят, вот целый, как бы этот, говорит, что вот риск оказывается от Всевышнего, риск от Всевышнего. А на самом деле термин был риск. Риск – это, то есть, удел от Аллаха. То есть вот такие бывают нюансы в тренингах. Это я к тому, что к терминам залог рахан мы иногда называем залагодержателя, раханодержатель, залагодателя, раханодатель. Почему? Чтобы привыкнуть, о чем идет речь. Вы знаете, что вот в одной из центральных, центрально-азиатских республик, там просто поменяли терминологии, именно в части исламских финансов. Например, Мурабаху. Просто обозвали товарным кредитом. И начали внедрять. Это неправильно. Почему товарный кредит имеет свои особенности, свои юридические последствия, свои юридические проволочки и так далее. Мурабаха имеет совершенно другие свои особенности. Поэтому в части именно терминологии необходимо не искать, скажем так, импортозамещающие термины. А надо, если раз есть политическая воля, необходимо с самого начала правильно именно внедрять вот эту терминологию. Постепенно. Не все сразу. На сегодня Аюфи разработала более ста шариатских стандартов. Огромная работа. Колоссальная работа в нескольких отделах. Юристов, бухгалтеров, финансистов, экономистов. То есть экономисты, если финансист смотрит на, скажем так, результат сделки, экономисты там смотрят на последствия экономического характера. Я могу дозволить одну сделку, но эта сделка, если она будет применена, реализована в массовом количестве, то она может иметь негативный эффект. Поэтому сюда подключается огромное количество ученых, профессоров, шариатских ученых, богословов. И вот я к тому, что именно по терминологии, именно старт, Россия сейчас до конца эксперимента буквально 7-8 месяцев остается. Россия необходимо с самого начала на опыте, на положительном опыте, негативном опыте сделать соответствующие выводы и потихоньку внедрять правильную, скажем, принимать правильный подход по внедрению. Итак, залог в шариате дозволен? На основании чего? Если есть долговое обязательство. Я думал, что есть, поэтому дозволен. Так, у нас, смотрите, мы когда говорим, на основании чего надо приводить источники, конкретные источники. Источниками исламских финансов на первой сессии вам сказали, что является? Коран, Сунна. Коран, потом Сунна, потом Каяс, Иджа, Иджма. Иджма. Хорошо. Смахат, Иджа. Иштихат. Там было сказано, значит, первое, значит, Коран, Сунна, потом Иджма, Каяс. То есть, смотрите, при принятии какого-то решения, любое мусульмальное руководство Корана, если он не находит ответов в Коране, он смотрит Сунну. Что такое Сунна? Сунна – это практика нашего пророка Сан-Ассирам. То есть, именно практически он показывает. Например, если в Коране написано, мусульманам необходимо молиться, но в Коране не указано, каким образом. И именно пророк показал, что мусульманам необходимо молиться пять раз в день, определенным способом, в определенное время. И получается точно так же в исландских финансах. Сегодня мы смотрим, если, например, нет вопроса кэшбэк в Коране, куда мы смотрим? Суну. Если в Суне нету, где мы ответ будем искать? Не знаю. Не знаете, да? Вы первой сессией были, да? Да. Окей. Переводчикам привет. Иджма. Иджма. Решение ученого. Смотрите, разные ученые бывают, да? Вот я здесь написал PHD и DB, да? Ну, для кого-то это понятно, для кого-то непонятно. То есть, разного характера ученые бывают. Поэтому здесь есть определенное, значит, понятие, что это мнение авторитетных ученых. Не каждого ученого. Почему? Потому что есть целые вот эти мадраксы, целые университеты исламские, где не преподают исламские финансы или поверхностно дают знания. Поэтому ученые в этой области должны быть компетентны. Был такой, значит, сахаба, то есть подвижник, который специально пошел к торговцу и сидел целый день там. Для чего? Чтобы понять суть всего. Все верно, все верно. Он не сидел там, чтобы в ожидании, что этот торговец там его угостит обедом или какой-то там закат даст и так далее. Он сидел, чтобы изучить практику. Правильную практику и неправильную практику. То есть увидеть, какие нарушения бывают на рынке. Сегодня некоторые, например, имамы, я, конечно, не буду их критиковать, но есть определенная, значит, группа, которые, скажем так, сидя в мечетях, не выходя, не зная, значит, практику, выводят фетвы автоматом. Банк нельзя. Почему банк нельзя? Потому что в Коране нету. Найди мне слово банк в Коране, приди ко мне сюда, и потом мы с тобой будем разговаривать. Были такие разговоры в начале 2000-х, когда я начинал реализацию. Меня гнали со всех улиц, со всех районов и так далее. Говорили, это какой-то отступник, вероотступник или, наоборот, смутьян что-то предлагает, мошенник, какие-то финансовые пирамиды предлагает и так далее. Поэтому очень важна именно компетенция. Если ученый компетентен, тогда мы к нему подходим, задаем вопрос и получаем ответ. Но если есть мнение авторитетных ученых по этому вопросу, к этому ученым нет необходимости подходить. На сегодняшний день в Садовской Аравии, в Джиде, есть такая организация, как Академия ФИТХА. Международная Академия ФИТХА. Она выпускает шариатские постановления, резолюции в части именно современных вопросов, современных проблем сегодняшнего мира. Например, ЭКО. Разрешено, не разрешено. Там именно имплантация каких-то органов, либо там те же кредитные карты. То есть это все обсуждается на уровне международных ученых авторитетных, и они выпускают вот эту ФИТХА. Это вот, если кто интересуется, я могу потом сайт дать. И, то есть это ИДЖМА. Есть, как вы сказали, КИАС. КИАС – это суждение по аналогии. Есть и простыми словами, буквально простыми словами говоря. Есть, конечно, термин шариатское определение, которое более глубоко, более развернуто. Но для вас, как говорят, ИДЖМА, то есть облегчай, не усложняй. Поэтому моя задача вам – облегчить понимание исландских финансов. Вот это КИАС с суждением по аналогии. То есть если решение подобное было когда-то, скажем так, вынесено, то мы просто по аналогии следуем за ним. Например, вот в начале сегодняшнего дня, в первой сессии было объяснено в отношении вина, спиртных напитков и так далее. Но сегодня, например, производство, оно выпускает коньяк, виски. Что еще? Скажите. Водку. Водку, супер. Водку и так далее. В Коране, например, о них разновидностях не написано. Но в Коране говорится, все, что вас одурманивает, все, что вас одурманивает, является запретным. Вы кумыс пьете, да? В последнее время не пьем. Почему? Наверное, не нравится. Смотрите, если вас одурманивает кумыс конкретно, то именно конкретно в отношении вас будет являться запрет. Ну, это как бы такое отступление. Значит, этот приятный. Ясно, да? В отношении истихада здесь был термин. Истихада. Сегодня мы просто разбираем много терминов. Очень важно это. Это базовые термины. Как будто бы, вот, I'm on duty today. I'm on duty today. Вот такие вещи, как бы, мы сегодня разбираем. Без них никуда. Истихад. Происходит это слово джахада. Джахада, сразу вам, какое тут ассоциация? Путь исправления. Война, борьба со одним собой. Да? Может быть? Нет. Джахада, это означает прикладывать усилия, усердствовать. Есть такое, значит, слово, как муджахед. Да? Все, кто вот знает афганский вот этот конфликт, знают, что маджахеды есть такое. Вот джахада является корнем, от него образуется муджахед. То есть тот, который прикладывает усердие в получении, либо в поиске своего пропитания. Сегодня вы также являетесь муджахедами. Вы пришли сюда, вы сделали большой путь, проделали. Там братья целые из Чечни, с Грозного приехали. То есть они являются, так же, как и вы, муджахедами. Вы являетесь теми, кто на пути, значит, знаний приложил усилия. Пришел сюда послушать какого-то эксперта неизвестного, да, который здесь уже 20 минут о чем-то нам рассказывает, никак не может начать афганский финансовый. То есть здесь... Окей. Это очень важно. Очень важно, уважаемые коллеги, сразу забегая вперед, говорю коллеги. Видите, после получения сертификата вы также уже будете являться экспертами. Экспертами первого класса. Итак, залог. Тарахтан. Значит, здесь получается, что была сделана аналогия. Пророк есть в хадис, когда пророк, саллах алейкин вассалям, отдал за определенное количество там ичменя, отдал свою кольчугу одному иудею. И данный хадис, он как бы является одним из оснований, дозволенности именно применения залога. Знаете, мы когда начинали внедрять у себя в республике, многие говорили, что по шариату должно быть без залога, без поручителя, без процентов и так далее, и так далее. И в последующем дикий капитализм привел к тому, что на сегодняшний день есть вывески у нас в республике, где написано, без залога. кредит без залога, без поручителя, что еще там, без первоначального взноса и так далее. Сейчас уже вышло без банка. То есть без банка. Я думаю, я удивлялся раньше, думал, наверное, скоро будет без стороны одной. И вот сегодня можно наблюдать, как с прогрессивными темпами развивается онлайн-бэнкинг. Также в нашей республике онлайн-бэнкинг по всему миру, в Европе. Я буквально в прошлом году был в Германии, как раз мы там проводили исследование. Онлайн-бэнкинг, вот эти цифровые технологии полностью охватывают уже весь сектор банковских услуг. В Штатах мой коллега поделился, он говорит, я целую неделю не мог дозвониться до реального человека. Каждый день я разговаривал с кем? Искусственным интеллектом. Беседую полчаса на английском. Еле-еле там, он меня не понимает, я его не понимаю. Потом так вышло, что через неделю мне банк высылал сообщение, что вам назначили встречу. Придите физически и потом обсудите там какие-то вопросы. Вот. И сегодняшний день назначить залог. Залог Арахан. Шариатский стандарт 39. Данные стандарты, они находятся в свободном доступе на арабском языке, на английском языке. Кто желает, я так же могу поделиться. То есть работа ведется для того, чтобы не слишком коммерциализировать исламские финансы. Почему? Потому что все равно население ждет какого-то шага навстречу. Утром мы слышали, что любая там, у нас будет тема в отношении наценки, расчета, кальпуляции, прибыли и так далее. Мы об этом еще затронем. Но я к тому, что доступ открытый. Любой из вас может зайти, скачать эти стандарты и уже там смотреть, изучать. Итак, право на расторжение. Как мы в первой сессии слышали, есть актуль-лязим, то есть есть договора, которые обязательны к исполнению. Есть договора, которые можно расторгнуть в одностороннем порядке. Например, пример можете привести? Купля-продажа товара, да? Значит, он не является обязательным, да? Я вот спрашиваю, что не является обязательным к исполнению. Обязательным будет, если купля-продажа, а можно расторгнуть, например, аренду. Да? Ну вот по желанию аренда, кто-то его взял? Иджародатели или иджародержатели? Держатели. Он может сказать «до свидания», да? Нет, он должен прийти и поговорить. Вот представьте, к вам пришел человек, да? Значит, прилетел откуда-то по аренду снимать квартиру и потом решил уйти. Смотрите, вот. Можно облегчить ему. Жизнь. То есть аренда, иджародержатель может прийти к иджародателю и попросить его расторгнуть. Иджародатель может пойти на встречу и облегчить. Мы это приветствуем, но не обязательно. Араханодатель. В отношении залога, не знаю. В отношении залога, смотрите, здесь получается залогодатель, то есть клиент не имеет права расторгнуть договор. То есть, если я взял... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...